После потрясающего восьмого эпизода Сёгуна, FX выпустил короткий трейлер к предпоследнему эпизоду. Удивительно, что до конца осталось всего два эпизода. Разочарующее ощущение. Марико получила секретное задание от Таранаги в предыдущем эпизоде и, возможно, направляется в Ассаку с Ябусига и Джоном Блекторном. Ближайшие эпизоды «Багровое небо» возможно будет ключевым для определения судьбы Японии и исхода сражения между Таранагой и Исидо. Не будем ждать долго и сразу разберем трейлер. Я поделюсь своими теориями и предположениями о будущем. Вот разъяснение трейлера к девятому эпизоду Сёгуна. Обратите внимание, это видео содержит спойлеры к Сёгуну от FX, сериалу 80-х и книге. Так что, если вы не хотите знать, что будет это видео, возможно, не для вас. Я просто хочу предупредить. Так, трейлер следующего эпизода Джон и Марико в Ассаке. Джон говорит ей, «Ты не можешь уйти, тебя остановят». Марико отвечает, «Пожалуйста, Анзин Сама, не вмешивайтесь». Мне это говорит, что Марико приоритизирует план с Таранагой над собой. Ранее она говорила, что её преданность запрещает ей делать другое. Вероятно, это безопасность. Думаю, мы увидим, как Марико выполняет свою часть плана. План, который, как я думаю, мы увидим в последней части трейлера. Но выглядит, что план может дать Марико выход из жизни, которую она, вероятно, назовёт пропастью. После этого показали уже знакомую сцену, где Марико спрашивает Таранагу, готова ли она выполнить свою часть плана, о котором мы прямо не слышали. С прибытием в Ассаку Марико, Ябусига и Джона Блэкторна, и после доклада отца Мартина Альвито де Лакуа о замеченном в Эда по указанию Таранаги, кажется, и у него есть подозрение о плане. Это подтверждается его словами «Таранага что-то замышляет. Узнай, что?». Учитывая скепсис отца Мартина Альвито касательно их союза с Ишидором, озвученного парой эпизодов ранее, если он и войдёт в курс дела, думаю, он не раскроет эту информацию, ощущая определённое уважение к Таранаге. Забавно, но факт в том, что господин Исидор возглавляет кампанию против Таранаги, будучи наивным, думая, что Таранага просто сдастся. Он действительно думает, что сейчас у него в руках преимущество, хотя это скорее обратное. Это частично связано с усилиями Таранаги обмануть их, но и Исидор был уверен с самого начала предыдущего эпизода после известия о предательстве Саеки на Бутатсу своего брата. Это действительно показывает, насколько наивен Исидор и что он неважный лидер Совета в этот момент. Он не видит, что происходит прямо у него под носом, в то время как госпожа Цин, владелица чайного домика, всё видела, и Делакуа тоже мог это видеть. После этого слова мы видели, что, казалось, начинается осада замка. Сверху бросали верёвки, чтобы перебраться через стену и ворота. Предполагаю, это люди из клана Таранаги, стремящиеся проникнуть в Осаку, вероятно, за заложниками. Заметил ночную сцену. Ябусигэ направился туда, где, как правило, живут лорд Исидор и леди Ачиба. Предполагаю, что он собирается известить их о состоянии Таранаги, его настроении, возможно, желая теперь сражаться вместе с Исидором. Надеюсь, что у Ябусигэ будет своя арка искупления. Он, друг Таранаги, и хоть и колеблется, его преданность больше связана с лордом Таранагой. Надеюсь, будет его искупление. Однако, если руководствоваться предыдущим сериалом, это маловероятно. Как и в 80-х, Ябу, видимо, секретно работал с Исидором, что мы видели в этом сериале. В тот момент Исидор и он наняли ниндзя против Марика и Джона Блекторна, планировавших освободить заложников в Асаке. Ябу убил ответственного за защиту замка, что вызвало несогласие Таранага. Судьбу Ябусигэ решили в сериале 80-х. Таранага требует Сэппуку, Хироматсу поддерживает. Но гибель Хироматсу в версии FX – это серьезное отличие обеих версий Сёгуна. Поэтому Ябусигэ еще может быть жив. Здесь произойдет то же. Надежда есть, что Ябусигэ будет хорошим, не играя на две стороны в решающие моменты. Затем мы увидели часть трейлера, где предстояло важное событие сериала. Мари Кор стремилась выйти из ворот Асаки с семьями генералов и Даймо, которые были заложниками для рычага, чтобы они перешли на сторону Исидора после освобождения. Это связывает с первым кадром трейлера, где Блэкторн говорил Мари Кор, что остановит, если попытается уйти. Затем Мари Кор встречает Исидора. Говорит, что не должна задерживаться. Думаю, это разговор происходит перед встречей с Блэкторном. Это из-за наряда, что на ней. Один, что будет на ней, когда пойдет с заложниками. Из-за лорда Исидора она не уйдет. Он сказал, нет обсуждений. На что она ответила, пойду, куда захочу. Мы видели, как Мари Кор с мечом противостояла людям Исидора. Скорее всего, после открытия ворот, заложники за ней. Многие мужчины с Мари Кор Тоддой мертвы. Она осталась последняя, сильно меньше по численности. Думаю, она здесь умрет. В романе и сериале Мари Кор умирает. Она жертвует собой, чтобы Блэкторн и заложники ушли из Осаки. Похоже, тут произойдет то же самое. Полагаю, Торунага учел смерть Мари Кор в своем плане по двум причинам. Во-первых, он знает, что Мари Кор хочет уйти из своей жизни. Это его способ позволить ей самой все закончить. Стать частью большего, что даст более широкий эффект. Второй причиной является смерть Мари Кор, которую, как он знает, можно изменить отношения между поддерживающими Даймей Шидорой и Отибой, а также Торунагой. Это приведет к тому, что многие переходят на сторону Торунаги, что в конечном итоге усилит Торунагу в битве при Сикигахаре. В большинстве серий последние 15 минут обычно содержат важный момент. В серии 4 смерть Дзёдзена, 5 землетрясения и оползень, уничтожившие большую часть армии Торунаги, 6 Сугияма умер, 7 Нагакада умер, 8 Хиромацу. Проведение Сыпуку и, как мне кажется, в этой серии, эпизоде 9, Тодо умрет. И это повлияет не только на ближайших, как Блэкторн и Бунтаро, но и послужит сигналом для японских даймё задуматься, поддерживать ли Ишидора. Ошибку Леди Ачибы в поддержке Ишидора, мне кажется, она пожалеет, и безопасность, на которую она рассчитывала, вызвав страх, опять же станет главной. В следующих сериях Мари Кор прибывает в Осаку для своей главной битвы. Блэкторн и Ябуси Гэ спешат спасти головы, действуя на исходе. По моему мнению, безусловно, Мари Кор умрет. Еще одно доказательство описания к 10 серии. Говорят, после трагической смерти. Единственная трагическая смерть, которая могла бы произойти, это смерть Мари Кор. Так что это неминуемо будет мощно. Хотя это не багровое небо, что ранее было в планах, это больше тактической игры, открывающей Осаку изнутри, вместо того, чтобы штурмовать ее снаружи. Это, я думаю, окажет большее впечатление. Осталась всего неделя до следующего эпизода. Не тяните, вот и все. Объяснение трейлера к девятому эпизоду Сегун. Если хотите больше видео по Сегун, кликните на карточку вверху. С первого эпизода я освещаю этот сериал и буду делать это до конца. Я также углубился в реальные исторические персоны.